Войди. Валиде. Если вы не заняты, то я бы хотел с вами обсудить нечто важное. Конечно, сынок, иди сюда, садись. Вы сказали, чтобы я прежде приходил к вам, если что-то узнаю. Я узнал про брата Байзета нечто, что если это узнает брат-поверитель, то для Байзета это будет не очень хорошо. О чем речь? Он вчера тайно вышел из дворца. Мало того, он был участником беспорядков в городе. А еще простил жизнь Янычару, кому брат-поверитель казнь объявил. Ты уверен? Может, это ошибка? Вся площадь свидетелем была. Достаточно выйти на улицу, все знают. Злость в глаза ему застилает Валиде. Я вам раньше говорил об этом. Нам надо быть аккуратнее с Байзетом. Ведь за его спиной стоит не только его Валиде. Субтитры подогнал «Симон» Один из двух килограммов. Олег Дирекпас Войди. Валиде. Я рассказывал о том, что натворил БАЗ. Что вы намерены делать, интересно? Я сама контролирую эту ситуацию. Ты сделал все, что тебе полагалось. Дальше не лезь. Не ждите, что я буду стоять в стороне, когда на кону нашей жизни, Валиде. Иди сюда. Мой шех за Д. БАЗ мог совершить ошибку. Но он бы никогда не положил глаз на трон своего брата. Я его считаю за своего сына. Он, как и вы, вырос у меня на руках. Может, он вырос с нами. Но он не один из нас, Валиде. Он не ваш сын. Точно так же, как мой покойный брат Султан Осман. Вы и его не отличали от своих, даже любили больше всех. И что случилось потом? Как только он зашел на трон, он сразу отправил вас в старый дворец. Нас запер в башне и при первой же возможности казнил нашего брата Мехмета. Это не одно и то же. Сейчас на троне твой брат Мурад. Никто не знает, что будет завтра, Валиде. Разве мой отец не умер слишком рано? А если и мой брат повелитель... Замолчи, что ты такое говоришь. Типун тебе на язык. Пусть Аллах дарует ему долгую жизнь. Аминь, Валиде. Только ведь Бэйзет старше Шахзаде. А значит, наследник престола. Учитывая все это, не стоит ли нам принять меры предосторожности? Валиде Султан, вы хотели меня видеть? Да, Бэйзет. Я слышала, что ты простил Янычара, которого приговорили к казни. Вы об этом? Его имя Хюсреф. Помнишь? Возникло недоразумение. Он помог мне на пожаре. Люди просили только поэтому. Понимаете? Я не сомневаюсь в твоих добрых намерениях. Только ты сделал ошибку. Он во всем сознался. Киман Кеша, гаумаляй, простите меня. Черт попутал. Больше никогда такого не сделаю. Я верил, что он невиновен. Если бы знал правду, ни за что бы так не поступил. Виновен или нет? Ты переступил через приказ повелителя. Ты же знаешь, чем это карается, не так ли? У меня не было таких мыслей, Султанша. И я подумать не могу о том, чтобы нарушить приказ повелителя. Я бы ему сам все объяснил. Но не объяснил. Ведь ты тайно покинул дворец. Это останется между нами. Впредь ты будешь внимательней. То, что ты скроешь от меня или от повелителя, навредит тебе, даже если это будет невинная ложь. Султанша, не сочтите за дерзость. Но вы поступили самым верным путем. Повелитель бы такого никогда не простил. Получается, Киман Кеш, что иногда лучше промолчать, чем говорить, не так ли? Войди. Добро пожаловать, Валиде. Мне сказали, что вас нет в дворце. Да, у меня были дела в благотворительном фонде, я была там. Что это? Список лиц, которые хочет назначить на свободные места Муфти Фэнди. Они все его люди. Очевидно, что он хочет собрать свою команду во главе духовенства. Ну, если эти имена предоставил Муфти, то надо послушать его. Вы что говорите, Валиде? Там половина списка предателей. Мне послушать их и выкопать себе яму? Очевидно, что они все заодно. Сделай, как они хотят, чтобы не всполошились. И после мы узнаем всех врагов в лицо. Пусть будет по-вашему. Я завтра еду в Бурсу. Какое-то время меня не будет столиться. Оттуда много жалоб. Я лично во всем разберусь. Сынок, зачем ты едешь? Дай приказ, пусть привезут всех виноватых. Ты же знаешь, кот из дома, мышь и фляс. Я поэтому еду, Валиде. Посмотрим, кто, воспользовавшись моим отсутствием, нападет. Пусть думают, что я ставил трон. Но я вернусь в тот момент, что никто не будет ожидать. Они даже имена свои от неожиданности позабудут. Войди. Султанша, простите, что беспокою вас в такое время. Я должна сказать кое-что важное. Слушаю. Мы вместе с повелителем отправились на рынок. Когда я вернулась во дворец, нашла это письмо в своих покоях. Кто его написал? Не знаю. Имя не указано. Я спросила у стражников, но никто ничего не видел. Надеюсь, ты ничего не сказала моему льву? Я посчитала, что сперва надо прийти к вам. Нельзя обвинять Гюльбахар Султан, не узнав суть дела. Правильно сделала. Не говори об этом никому. Я сама этим займусь. Султанша, Султанша, знаете, я делаю все это ради нашего повелителя. Кто это мог написать? Я получил информацию, что Гюльбахар Султан состоит в сговоре с одним из государственных мужей. Пишут, что этот союз направлен против моего сына. Кто отправил письмо, Султанша? Оно без имени, Халиль Паша. Но я давно предполагала, что Гюльбахар состоит в подобных союзах. Наверное, это правда. И кто это может быть, Султанша? У вас есть версии? Как жаль, что все стрелы... ...показывают на шейху Леслаама Хизадея Фенди. Он назначил на свободной должности среди Улемы своих верных людей. Очевидно, что он что-то задумал. Он давно вертится около Безета. Я бы не хотел об этом думать, но шейх Задея может оказаться в этом союзе? Не думаю. Но нам надо подумать о любой возможности. Мехмед Паша, Халиль Паша, следите за своими людьми. Если вы что-то узнаете или что-то заподозрите, немедленно сообщите мне. Как прикажете, Султанша? Ахизаде старый волк. Он никому не доверяет своей тайны. Но его сын может что-то знать. Мехмед Паша, навести его. Может, тебе удастся что-то узнать? Как прикажете, Султанша? Очень плохо, что повелитель покинул столицу. Если это правда, то они могут наступить в любой момент. А мы этого и хотим. Пусть они перейдут в наступление, чтобы мы узнали, кто нам враг, а кто друг. Проходите, Акадеев Энди. Мехмед Паша, вы хотели меня видеть? Кадеев Энди, проходи, садись. Перенесите щербет. Как хранитель Стамбула, я хотел поговорить с вами о применении запретов. Я не даю никому спокойно вздохнуть. Тот, кто нарушает запреты и предстает передо мной, получает свое наказание. Отлично. Но этого не хватает. Нужно усилить меры. Если понадобится, вы будете ходить по домам и вычислять тех, кто тайно курит табак. Я постараюсь, но это будет очень сложно. Что в этом сложного? Сложно выполнять приказы повелителя? Тебе сложно так? Тебе сложно выполнять приказы повелителя? Отвечай. Потому что ты находишься в заговоре с предателями. Потому что ты, как и твой отец Ахизаде, тоже является предателем. Ни в коем случае. Чем вы меня напоили? Это конец, Ахизаде и Фэнди. Говори, какие дела у Ахизаде и Фэнди? Я ничего не знаю. Это противоядие от яда, который ты выпил. Если ты скажешь правду, то обещают тебе, как валиде султан, что прощу тебя. Зейнеля Га. Тебе нет необходимости здесь ждать. Ты должен охранять мою вреде. Лучше мне остаться здесь, Шахзаде. Валиде беспокоится о вас. Входи. Шахзаде. Валиде султан зовет вас. Что такое Ахаджи Ага? В чем дело? Она будет допрашивать Ахизаде и Фэнди, поэтому хочет вас видеть. Хорошо. Зейнеля Га. Ты сообщи мою валиде. Раз позвала Кюсэм Султан, ждать нельзя. Султанша, Шахзаде увели. Кто? Куда увели? Кюсэм Султан. Хаджи Ага сказал, что они отправятся к Ахизаде и Фэнди. К Ахизаде и Фэнди? Упаси Аллах. Это плохой знак. Кюсэм что-то сделает с моим сыном. Немедленно сообщи Синану Паше. Султанша, что случилось посреди ночи? Синан Паша, спаси. Кюсэм похитила моего Шахзаде. Спаси его. Султанша, успокойтесь и объясните мне, что происходит. Синан Паша. 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 Такого еще нигде не было видано. Как можно было казнить представителя духовенства? Султан Мурат открыто заявил, что не доверяет духовенству. Кто даст гарантию, что то, что сегодня случилось с Кадзем Изника, завтра не случится с нами? Это казнь, оскорбление для нас всех. Никто из нас не находится в безопасности. Вот поэтому мы объединимся и положим этому конец. Но как? Ахизаде Фэнди, повелитель никого не слушает и делает то, что ему вздумается. Он прав, он говорит правду. Разве нет способа рассказать Султану Мурату о нашем горе, шейху Леслама Фэнди? А что сказать о Кюсэм Султан? Разве Султан Мурат служит за Кюсэм Султан? Разве за столько времени она смогла что-то сделать? Если понадобится, то мы свергнем его и посадим на престол шейх Заде Байзета. Шейх Улислам прав. Надо вознести на престол шейх Заде Байзета. Я слышала слова шейх Улислама и Фэнди. Мол, он силами народа свергнет повелитель с престола и посадит тебя на трон. Как он смеет такое говорить, Султанша? Я клянусь вам, что я никак с подобными заявлениями не связан. И не буду никогда. Да, ты-то не связан, мы это знаем. Только того же самого про твою Валиде не скажешь. Очевидно, что она с ними заодно. Как и в прошлом, она снова совершит предательство династии. Вы заблуждаете, Султанша? Моя Валиде такого не сделает. Если бы она... Пришло время сделать выбор. Или ты будешь... ...на стороне своих братьев и на моей стороне, или на стороне своей Валиде. Третьего не дано! Бэйзет! Милый сыночек! Слава Аллаху, ты здесь. Когда я услышала, что ты пошел к Кёсэм Султану и Ахизадея Фэнди, то чуть рассудка не лишилась. Что с тобой? Почему ты молчишь? Кёсэм Султан сделала что-то плохое? На самом деле, ты сама навредила своему сыну. Кёсэм Султан? Когда ты сюда вернулась, я дала тебе еще одну возможность. Ты растратила ее понапрасну. Я не понимаю, Султанша. Что вы хотите сказать? Мы сегодня стали тайными гостями на собрании Ахизадея Фэнди. Умуфтея Фэнди язык без костей. Он такого наговорил, что никакого оправдания ему нет. Но ты и так все это знаешь. Ведь ты и есть источник этого предательства. Вы снова меня беспочвенно обвиняете. Я не связана с Ахизадея Фэнди. Стража! Бросьте ее в темницу. Какая еще темница? Что вы себе позволяете? Бэйзет, что же ты стоишь? Бросьте, сделай что-нибудь. Валиде, это лишь меры предосторожности. Вам будет лучше дождаться возвращения повелителя в темницу. Когда будет доказана ваша невиновность, я лично вас освобожу. Стража! Бэйзет! Сынок! Сынок! Бэйзет! Сынок! Бэйзет! Тебе это так просто не пройдет, Кюсэм Султан. Ты невиновного бросаешь в темницу. Теперь это твой грех. Ты оставила сына без матери. Ты заплатишь за это Аллаху. Ты заплатишь за это, Кюсэм Султан. По-видимому, наша затея удалась на славу. Гюль-Бахар получит в итоге по заслугам. Ария Султан так просто не остановится. Она заперла меня в комнате. Я подумала, она меня убьет. Она не посмеет. Просто пытается меня припугнуть. Ты же будь осторожна. Не отходи от меня далеко. Не теряй ни минуты, отправляйся в путь, Халиль-Паша. Побыстрее доставь письмо моему сыну. Мне неспокойно на душе, Султанша. Я не могу оставить вас одну. Я не могу доверять никому, кроме тебя, Халиль-Паша. И не переживай. Ведь Мехмед-Паша останется тут. Как пожелаете. Войди. Султанша? По вашему приказу, мы отслеживаем всех, кто был на этом собрании. Включая Хизаде Фензи. Янычары тоже под контролем. Никто им не позволит и пальцем о палец ударить. Отлично. До приезда моего сына-повелителя. Никто не должен ничего почувствовать. А иначе сразу убирать этих людей. Султанша? Пришла Фарья Султан. Пусть войдет. Валиде. Извините, но я волнуюсь. Сначала Эстер Хатун, теперь Гильбахар Султан. А что с Эстер? Мне это тоже интересно. Она вдруг пропала. Но я ее видела. Она была очень взволнована. Я спросила ее о причинах беспокойства, но она не ответила. Она ждала вас, а потом пропала. Видимо, пошла вас искать. Я спрошу у стража Султанша. Наверняка ее кто-то видел. Наверняка. Извините за вопрос. Но в чем провинилась Гильбахар Султан? Я спрошу. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Эстер тоже пострадала от твоих рук Что такое? Что ты с ней сделала? Я совершенно не в курсе, что случилось с Эстер Хатун На вашем месте я бы не тратила больше времени, находясь тут Половина твоих слов ложь Эта ложь навредит лишь тебе самой Молись, чтоб смерть твоя была безболезненной Болезненной